вот хочу показать вам немножко показать и рассказать вот о таком картридере вот пришел стенодиал вот такой вот картридер очень интересный тут как бы видео сейчас открывать комбо называется назвали его вот что себя представляет такой упаковочке подошел ну вот шнур к нему сам картридер вот такой сейчас откроем посмотрим такой упаковки открывается шнур сам вот такого виде такого куба вот такой вот кубик вот отдельно у него вот юсби 3 входа юсби можно подключить пожалуйста вот они куда они вот так прячутся и открывается можно так 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 как как кому удобно вот а ну естественно пожалуйста в этом же кубики вот для карт памяти различных форматов пожалуйста тут вот какой где кто каким пользуется ну и 3 юсб их входа вот это непосредственно общий вход юсби мы видим который подключается ноутбуку компьютеры ну у кого что есть какая планшет у сейчас посмотрим эти проводов провода вот провод и избежать провод достаточно толстый довольно таки толстый довольно толстый провод вот его толщина неплохой сделано тоже вроде крепенько сделано хорошо нормально такое длина его производитель дает 52 сантиметра где-то примерно так 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 и есть где-то 52 сантиметра где-то примерно так есть около полметра ну что вот на сайте он тенадиал пожалуйста вот так вот можно посмотреть на сайте кинозил то есть тут видно да цена его 6 около 6 долларов 5 5 долларов 89 центов 192 рубля вот чем этот кубик будем смотреть чем он удобен так-то в общем это как бы большой для всех карт лидеров мы привыкли что они поменьше потоньше и прочее прочее но здесь сделали вот и китай выпустил вот именно таком вот как кубики для удобства но за наверно за счет того что 3 избежных входа здесь они сделали вот можно подключить еще 3 из беседа очень удобно мы подключать сейчас попробуем подключение сделаем к ноутбуку так что у нас это дает так так вот так включаем его так включаем его сразу на панельку подключили вот горит красным вот красный загорелся индикатор красный огонек пожалуйста так вот что видно красный огонек индикатор здесь даже вход есть для питания но шнур с ним не идет питающий шнур вот по-моему вот это вот вот это вот вход есть вот индикатор и вот может быть вот так видно до вход но шнура никакого нему нету вот то есть можно возьму возможно если есть у кого-то питающее устройство отдельно можно подключить и он но сейчас проверим его скорость посмотрим как он работает включаем подключаем usb флешку вот она загорелась на экране появилась видно вам да на экранчике появилась она открываем открыли ну что-то будем пробовать выгружать смотреть какая скорость так ну допустим это видео возьмем сейчас любая вот это вот копировать вот скорость смотрим уже выгружаем с флешки 34 микро 31 329 но 1 34 вот так вот может вам видно да поближе сейчас немножко сделаю 28 так вот скорость видно на 28 и 7 мегабит в секунду то есть хорошая скорость 1 гигабайт вот выгружаем буквально 20 30 секунд то есть нормально получается по скорости то есть все вот теперь пробуем что-то туда поместить закачать наоборот на флешку бросим ну вот допустим вот этот вот копируем его сюда и смотрим скорость 14 6 10 мегабит в секунду 14 0 14 6 видно да наверно то есть на флешку загрузка на флешку стандартам 7 соответствует usb 2 0 то есть скорость неплохая так что я считаю что очень удачный у них вот этот насколько в и все покупал брал из картридеров но немножко поменьше было скоростью светод как ни странно удачно очень сделан вот такого вот он формата такая вот такой вот кубик хорошо все тогда здесь отключаем то есть есть различные картридеры я вот так вот покажу вот у меня лежит этот вытащу извлечь извлекаем вот есть такой вот типа картридер тоже кинодиал брал ну он по скорости немножко хуже ну и в данном случае демонстрировать его не буду я рассказываю а вот этом комбо картридере поэтому вот я просто для сравнения вам даю что вот такой вот есть картридер да очень удобный красивенький тоненький тоже у него ведь и входы ну кроме usb нет у него только одни вот карты памяти можно карты на карты памяти закрывается очень удобный да вот плотненький все такое и приятный на 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 вид но он хуже сделанный он хуже сделан и у него меньше скорость но видно немножко притормаживает видео немножко притормаживает с ним конечно многое еще зависит от карты памяти скорости но я сравнивала одни и те же карты памяти но получается ним то этот немножко похожи вот а вот эта коробочка как ни странно очень даже удобно очень даже по скорости по всем хорошо сделано то есть даже питающие у него если есть ну питающие можно даже запитать то есть не знаю на сколько это вообще вся эта конструкция будет так сказать долго функционировать не ломаться ну ломаться тут нечему поверхность такая как бы немножко бархатистая у него сделано вот тут плюс тут плюс отметочки есть плюс плюс отметили на всякий случай они вот такого вот она такого плана написано не знаю хорошо нет видно компа да видно вот такое такая такой вот кубик немножко прямоугольный ну вот такой вот такая интересная конструкция конечно я буду пользоваться ей они вот той хоть это и удобно но вот этот по скорости по всем таскать параметрам функционирует немножко быстрее чем все остальные картридеры ну естественно что вот так раз вытаскиваешь защелкивается она тоже очень удобно вот все вот с собой взял положил если где-то кто-то видео фото занимается тоже можно положить такая вот коробочка довольно таки вот еще раз говорю тинодиал покупал ее стоит она ну примерно пять там чем-то около шести долларов так что у кого будет желание и не знают какой картридер подобрать могу сказать что вот этот картридер да он соответствует сто процентов свое то что производитель дает то есть его можно брать этот кубик можно брать можно пользоваться здесь уже таскать ничего и пожалеть не пожалеете что купили именно этот картридер ну вот в общем то наверное и все поэтому вот такой вот поэтому поэтому вот ну вот вот вот